Друзья мои, здравствуйте! Сегодня хочу подарить вам три потрясающих упражнения для того, чтобы снять напряжение с поясницы через включение таких мелких многораздельных мышц и в то же время зрительный анализатор, все это вкупе, то, чем часто пользуются неврологи, многие неврологи, не все, конечно, и вот сегодня такие три упражнения, которые долгое время являлись, наверное, прерогативой только специалистов, теперь можете выполнять и вы, особенно, когда у вас нет под рукой коврика или возможности лечь или даже присесть, чтобы сделать огромное количество комплексов, которые у меня и без того уже есть на канале, которые позволяют снимать напряжение с поясницы, улучшать ушу осанку и так далее, но если нет такой возможности, а есть возможность столько стоя что-то выполнить, вот тогда этот комплекс для вас. Ну и не спешите выключать данное видео, потому что в конце я предложу вам кое-что интересное. Ну что ж, давайте начнем. Итак, первое, что нужно сделать, это подойдите, пожалуйста, к стене. У стены не должно быть сильно выступающего плинтуса. Встаньте, приблизьте пятки к стене, приблизьте икроножные мышцы, ягодицы, лопатки и затылок. И вот здесь постойте, подышите, почувствуйте, как это, когда над стопами стоит таз, над тазом грудная клетка, над грудной клеткой голова, запомните эти ощущения, отойдите немного от стены, сделайте вдох, выдох. Выдох, кивок головой, подбородок по направлению к передней поверхности шеи, мы делаем с вами роллдаун, идем вниз, 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 ощутите, как движется ваш позвоночный столб, какие сегменты позвоночного столба вы чувствуете, какие нет. Здесь внизу сделайте вдох, и с выдохом мы поднимаемся, точно так же позвонок за позвонком, артикулируя позвоночник, выдох, 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 выдох. Это было тестовое упражнение. Теперь мы переходим уже непосредственно к трем упражнениям, которые позволят вам роллдаун, роллап почувствовать лучше. Вот, увидите. Итак, руки укладываем вот таким вот образом, треугольничком на кости таза. Ну, в принципе, само по себе, да, находится место для рук. Тут и так треугольник. И смотрите, что мы делаем. Стоим, ощущая вытяжение наверх через макушку, то есть то же самое осевое вытяжение, которое было у стены. И мы начинаем с вами делать тазовые часы. Это когда мы таз уводим немного назад, да, представляя, что не копчик у нас, а хвостик, который мы оттопыриваем. И затем таз немножечко тянем к себе лонным сочленением, представляя, что хвостик у нас, хоп, поджимается, и мы его тянем к себе. И мы интегрируем сюда дыхание, где таз в переднем наклоне – это вдох, таз в заднем наклоне – это выдох. Я сейчас вам покажу более активное движение для того, чтобы вы понимали, что такое задний передний наклон. Передний наклон таза, задний наклон таза. Так вот, передний наклон таза – вдох, задний наклон таза – выдох. Вы продолжаете так делать, а я включаю зрительный анализатор в вашу работу. Когда мы уводим таз в передний наклон, то есть как бы отклячиваем, мы взгляд поднимаем наверх, голова при этом не движется. Когда тянем лонное сочленение к себе, выдох, мы взгляд опускаем вниз, опять-таки голова не движется, только таз и только взгляд. И при этом обратите внимание, как чувствует себя ваш лоб. Он, когда вы поднимаете взгляд наверх, не должен собираться в гармошку. Итак, вдох, выдох. Когда вы почувствовали себя более уверенно в этом движении, ощущаете его правильность, вы можете чуть усилить движение тазом. Вдох, но ни в коем случае не торопите себя, выдох. Дыхание должно быть не стрессовым, а антистрессовым. Дыхание у нас с акцентом на длинном выдохе. Не старайтесь поджимать ягодицы, не надо ягодицами дотягивать таз. Вот он ушел у вас в задний наклон, ну и достаточно, пусть совсем немного. Хорошо, так проделайте 10-15 раз, насколько у вас хватит терпения. Далее мы немного приседаем, делаем колени мягкими, то есть не нужно так, чтобы у вас ноги уставали, просто колени мягкие. Ручки также кладем на кости таза, тазовую кость, самую выступающую здесь подзошной ости. И теперь мы начинаем с вами делать вдох на старте. А с выдохом, представляя, что у нас таз это вот единая такая линия, сейчас мы эту линию выводим то левым краем вперед, то правым. И вот у нас таз движется именно как линия, не как отдельно точки, а как линия. И при этом колено одноименной подвздошной ости, которую мы движем вперед, выходит у нас не в сторону, не внутрь. Вот будет такое желание, проверьте, а вперед. И теперь подключаем сюда взгляд. Левая подвздошная ость пошла вперед, лево, влево пошел взгляд. Оп, точка по одной линии с тазом. Вправо пошла, правая подвздошная ость вперед, да, вправо взгляд. И я напоминаю, что здесь это выдох, 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 выдох. И у нас не голова идет в сторону, в сторону, а только взгляд. Голова остается на месте. На колени обращаем свое внимание, колени не стремятся схлопнуться и уйти внутрь. В такую стыдливую позу, икс-образную, да. А, у нас колени идут четко прямо, выдох. Я понимаю, что это очень мелкие движения, которые, возможно, вы не понимаете. Вы всегда можете в комментариях задать свои вопросы, если они у вас возникают по ходу выполнения упражнений, да. Но, в принципе, я все стараюсь максимально подробно разжевать. Еще. И также 10-15 раз вы можете выполнить, где один раз, это одна, да, то есть раз. Два, это один раз. Лево, право, два. Лево, центр, право, три. Да, то есть одна комбинация, это один раз. Хорошо. И теперь далее. Мы представляем, что наши ключицы параллельны полу. Почему представляем? Потому что очень часто при сутулости ключицы представляют собой вот такую буковку, такую вот галочку, да. Хорошо. Представляем, что ключицы параллельны полу, что это одна также линия. И теперь следим за положением рук. Руки раскрываем следующим образом. Ладони смотрят на воображаемого человека, который впереди вас стоит. А локтя немного по диагонали назад. Раскрываем грудную клетку, не прогибаемся в пояснице, не вот такое вот движение, да. Раскрываем грудную клетку, это про раскрытие вот здесь в области грудно-баспоясничного перехода. Вот тут. Угу. Хорошо. И отсюда мы начинаем делать вдох, выдох, стоп. И теперь вдох. Мы опять как линию ведем, линию плеч, да. Правая ключица вперед, центр. Вдох, левая ключица вперед, центр. Услышьте, не плечо отдельно, а линия плеч, да, линия ключиц работает. И здесь у нас меняется дыхание. Если с тазом мы работали на выдохе, здесь работаем на вдохе. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И присоединяем к этому делу взгляд. Вдох, левая ключица вперед, взгляд налево. Выдох, центр. Вдох, левая, правая ключица вперед, взгляд направо. Вдох, выдох, центр. Когда почувствовали в себе уверенность, можете действовать чуть более амплитудно, чуть более интересно. И вы почувствуете, как потрясающе начинает, как будто бы, знаете, так разогреваться, тепло появляется. То есть разогрев это про работу поверхностных мышц, а про такое мягкое, разливающееся тепло, а это как раз про работу глубоких-глубоких мышц, мелкой паровой вертебральной мускулатуры. И вот сейчас вдоль позвоночника разливается мягкое тепло. Также 10-15 раз, где один раз это лево, центр, право. Хорошо, отлично. После этого я рекомендую вам точно так же подойти к стене, отстроиться, сделать вдох, касаясь пятью точками опоры стены обязательно. Выдох, отшагнуть, вдох. Вдох, выдох, кивок, сделать роллдаун. Ну, знаете, можно и без роллдауна, конечно. То есть можно обойтись, это как тестовое просто упражнение, чтобы вы сейчас прочувствовали, как артикулирует лучше ваш позвоночник, ну или не лучше. Почувствуйте каждую часть вашего позвоночного столба, опуститесь вниз, раскроетесь дальнейшими, вдох. И с выдохом поднимитесь наверх, артикулируя позвоночник и ощущаем, как работает каждая часть вашего позвоночного столба. И как вы будто бы выпрямляетесь по стене, касаясь ее пятью точками опоры, вытягиваетесь, вертикальное вытяжение, делаете вдох, выдох. Прокрутите несколько раз плечи. Давайте опять собирать лайки. Я хочу записать для вас потрясающую тренировку для расслабления спины после трудового дня, которую вы можете выполнять в качестве такой вечерней зарядки, а точнее вечерней разрядки, которая вас, ну вот, прямо 100% расслабит и даст вам возможность почувствовать это мягкое, растекающееся тепло по всему телу. Я предлагаю собрать 4000 лайков. Давайте побьем рекорд предыдущих видео. Поэтому, во-первых, если данное видео и данные упражнения вам понравились, то не обессудьте, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите в комментариях, что вы почувствовали во время выполнения этих трех упражнений. Возможно, просто ничего, и они вам были непонятны, и вы сломали всю голову. Напишите об этом. Возможно, у вас остались какие-то вопросы. Я отвечу вам на эти вопросы. Или, возможно, вы просто хотите меня поблагодарить за то, что в вашей копилке упражнений появились новые, потрясающие, которые дают возможность чувствовать свое тело более живым, более раскованным. Ну и лайки для того, чтобы продолжить данную тему на моем канале. Я пойму, что эта тема актуальна. И выдам вам полноценный, полноформатный, зарядочный комплекс для вечернего выполнения. С вами была ваша Орлова Даша. Рада была встретиться. Пока!